Кур, кур, курс, кур. Разбираемся что есть что раз и навсегда. Отдельное внимание, пожалуйста, обращайте на артикли, так как от них будет зависеть значение слова, когда вы слышите его на слух. И начинаем мы со слова la cour. Два основных значения это двор, а также суд. Например, les fenêtres donnent sur la cour. Окна выходят во двор. Le cour, и тут у нас мужской род, s на конце, который мы не произносим, означает урок занятия. Например, je donne des cours de français tous les jours. Каждый день я даю уроки французского. Les courses, мы s тут начинаем произносить, это также слово множественного числа, то есть артикль множественного числа les, les courses, означает покупки, в частности продуктовые покупки, когда мы идем в магазин, покупаем какие-то разные продукты. Например, elle fait ses courses au marché. Она делает свои покупки на рынке. Последнее слово cour, это у нас глагол в спряженной форме, его начальная форма, это глагол courir, бежать. То есть это он, она бежит. Например, elle court comme le vin. Она бежит, как ветер, быстро, как ветер. В профиле делись больше о французском языке, а также о том, как развивая свою онлайн-школу французского. Подписывайся. À bientôt.